Канобу.ру представляет Чего на самом деле стоит ждать от секретного мира И какие подарки приготовил для геймеров Дед Мороз Лет пять назад в мире ММО правила фэнтези Брутальные орки и странно ориентированные эльфы Населяли сетевые просторы подкармливая драконов и троллей Однако год за годом шутеры от первого лица оттесняли остроухих Теперь многие из них прячутся по волшебным кустам Ведь на охоту выходит воинственное племя Tribes Ascent от Hi-Res Studios уже вовсю тестируется игроками всего мира Правда, тест пока закрытый Однако разработчики уверяют, что после него сброса персонажей не будет Результаты тестирования держатся якобы в тайне Но уже известно, что Ascent соберет в себе все лучшее из всех серий Tribes Отличную графику и возможность управления боевыми машинами Которых, кстати, будет три на выбор Пока игрокам предлагается только два класса на выбор Солдат и Рейнджер Но будет целых десять дополнительных Которые откроются по мере развития персонажа Tribes Ascent — абсолютно бесплатный шутер И выйдет он в 2012 году Любой отаку мечтает стать персонажем аниме Онлайн-игры, как известно, стремятся исполнить любое желание пользователя Пару лет назад на игры с подобным дизайном был сумасшедший спрос Но со временем они смешали среди многочисленных каллов онлайн и клонов Рагонарёка И все-таки чудеса случаются Перед Новым годом каждый поклонник аниме Может попасть в удивительный рисованный мир И стать миленьким, глазастеньким... Человечком 14 декабря в Японии стартует открытый бета-тест игры Soul Master От компании Arario А пока разработчики выложили на просторы интернета официальный трейлер В нем наглядно показаны новые плюшки игры Навыки и профессии, которых не было во время закрытой бета И поделились главной музыкальной темой, чтобы порадовать поклонников Но у них, кажется, получилось только напугать Безусловно, персонажи очень милые Однако с каждым повторным просмотром это все больше и больше напоминает выпуклый Рагнарёк Если приглядеться, то даже шрифт комбо похож Поэтому не надо расстраиваться, что игра выходит на японском Ведь все и так предельно ясно Фэнтези-мир, сины, танки, маги и бафера Собираются в кучку и затискивают до смерти тоже очень милых монстров И все это мракобесие проходит под песню Одним только японцам известной поп-звезды Вот, послушайте Скорее всего, она поет о чем-то светлом и добром Но создается впечатление, что это плачет какой-то неизвестный смертельно раненый зверек Джедаи готовят свои мечи к очередным звездным войнам Фанаты темных эльфик с большим потенциалом радуются открытию бесплатных серверов в Европе Которые вот-вот разорвутся от перенаселения Остальная часть мира замерла в ожидании нового года и открытия одного секретного мира Но правда ли он так хорош, как говорят нам разработчики? Фанком зарекомендовали Secret World как самый таинственный и революционный проект Огромная пиар-компания, трейлеры невероятной красоты И множество обещаний, которые на самом деле мало похожи на правду, учитывая специфику онлайн-игр Обещаю систему эволюции персонажа без очков опыта за убийство монстров Многие уже начинают побаиваться, что все сведется к прохождению скучных, бессмысленных квестов И пропадет динамика, которую мы так ждем К тому же последний фанкомовский квест Dreamfall не смог повторить успеха своего предшественника Лонес Джонни Да и Age of Conan, не получивший ожидаемых миллионов игроков, негативно влияет на репутацию секретного мира На форумах неустанно обсуждают новую ММО, хотя по сути никто о ней ничего не знает, кроме того, что это будет революция Игровой процесс, который все-таки удалось подсмотреть, очевидцев не впечатлил Масла в огонь подливают и сами разработчики, которые то и дело переносят дату бета-теста Поэтому всем, кто устал от бездумного закликивания монстров мышкой, кто ждет нечто новое, рациональное и, может, совершенно невероятное Остается только надеяться на то, что фанком не обманут ожиданий и в апреле 2012 года действительно случится чудо Говорят, что существует три вида подарков Хорошие, плохие и галстук Еще говорят, что дарить подарки намного приятнее, чем их получать Перед Новым годом вы можете порадовать себя дважды, а именно подарить самому себе хороший подарок В магазине Джинкс поступили в продажу футболки и худи с логотипом Рифт Цена 20 евро, так что если вы еще не знаете, что надеть на новогоднюю вечеринку, то вполне можете пополнить свой гардероб Ну или сделать подарок другу Женских вариантов, увы, нет А в интернет-магазине Museum Replicas появился меч из игры Age of Conan Стоит сейчас это удовольствие 49 долларов плюс доставка Правда, есть небольшое уточнение Меч не металлический, поэтому нормально убивать врагов им не получится Для поклонников Звездных войн Razer изготовил набор настоящего геймера Клавиатура, наушники, мышка и коврик и все во имя Старой Республики Ну и, наверное, самый главный подарок — это официальный выход самих Звездных войн 20 декабря не только избранные и самые шустрые, но и все-все-все смогут наконец насладиться Старой Республикой в полной мере И на этой радостной ноте я, Карина, заканчиваю практически юбилейный 30-й выпуск «Баферов» И ведите себя хорошо, а то Дед Мороз подарит вам галстук Света! Да? А там правда тараканы? Нет! А что там? Добрый единородный! Как в «Линейдж-2»? Нет! В «Линейдж-2» злые единородные! Играет музыка «Голубки właściwie я в